Добрый день, уважаемые студенты! Меня зовут Матюк Дмитрий Анатольевич. Мы продолжаем курс лекции по предмету социология-политология. Позвольте представить вам лекцию номер два, которая называется «Введение в теорию социологии». На этой лекции мы в основном поговорим об истории становления социологии. План лекции будет состоять из четырех вопросов. Первый вопрос – это возникновение социологии. Второй вопрос – развитие социологии в Европе. Третий вопрос – становление социологии в США. И, наконец, четвертый вопрос – основные этапы развития социологической мысли в СССР. Итак, непосредственно перейдем к первому вопросу. Это возникновение социологии. Первые социологические теории, первые воззрения на общество, его изучение, конечно, мы находим в античности. Это в основном Древняя Греция. Это, конечно же, были древнегреческие философы Платон и Аристотель, которые записали свои знаменитые произведения. Платон написал произведение «Государство», Аристотель написал произведение «Политика». Ну, в частности, у Платона мы находим такие взгляды. Он разделял общество на три класса – это высшие, средние и низшие. К высшему классу он в основном относил это мудрецов, которые должны управлять государством. К среднему он относил воинов, которые должны охранять государство от смут. И к низшему классу он относил ремесленников и крестьян. И он говорил, то общество будет хорошо развиваться, в котором каждый класс, каждый слой будет выполнять свои функции. Аристотель выступал защитником среднего класса. Кроме того, у него существует это богатая плутократия высший класс и лишённость собственности пролетариат. И он говорил о том, что с его точки зрения идеальная государство будет то, в котором масса биняков будет отстранена от участия в управлении, а при этом эгоистические интересы богатых будут также ограничены. Он говорил, что средний класс многочисленнее и сильнее, чем два других. Поэтому, как я сказал, он основной упор делал на средний класс. Далее мы переходим к эпохе Возрождения в Европе. Здесь в основном представлены изучения общества такими деятелями великими, как Томас Мор, Никола Маккиавелли, Томас Гоббс и другие. Ну, Томас Мор был знаменит тем, что это был английский крупночиновник, мыслитель. Он написал знаменитую книгу об острове Утопия, в котором он видел идеальный тип общества, где все люди живут в мире согласии, где равенство существует. Такой некий социализм, коммунизм. И его книга, она была в то время, конечно же, запрещена, потому что английские власти видели в ней угрозу. Потому что люди, если бы прочитали широкие слои населения эту книгу, то они так же и бы стремились к такой, можно сказать, жизни, где все равны. Этого нельзя было допустить теми властями. Никола Маккиавелли, 15-16 век, великий итальянский мыслитель, он разработал свою оригинальную теорию общества и государства. Он был знаменит тем, что написал книгу «Государь». И в основном в данной книге он делал упор на сильного такого политического лидера, который должен в себе совмещать как хитрость, так и силу. И за ним должен идти народ. При этом он даже, сам государь, может применять даже не совсем такие гуманные методы управления народом. Это был у нас Никола Маккиавелли. Томас Гоффс, это был английский мыслитель. Вообще, Томас Гоффс, а также последующий за ним французский просветитель, это Дэни Дидро, Жан-Жак Руссо, они были сторонниками так называемой теории общественного договора. В чем сущность теории общественного договора? Дело в том, что в тот период, это вот XVI и XVII века, в Европе происходили различные буржуазные революции, в ходе которых вот этот феодальный строй свергался. Но чтобы свергнуть было феодальный строй, надо было общество подготовить к этому, понимаете? Поэтому вот эти мыслители, они выработали так называемую теорию общественного договора, согласно которой государство было создано на основе договора людей. То есть они говорили о том, что раньше люди были все равны, но при этом со временем произошла война всех против всех. И чтобы избежать вот этого хаоса, люди собрались и подписали некое соглашение, по которому распределили полномочия. Эти будут управленцами, эти будут в армии, эти ремесленниками, эти крестьянами и так далее. Но со временем те люди, которые стали в управлении, это вот феодалы, они стали узурпировать власть. Поэтому эти мыслители говорили, что все изначально были равны, а вот этих узурпаторов нужно убрать, понимаете? И вот эта теория общественного договора, она послужила основой для построения в будущем буржуазного общества, капиталистического. Далее мы переходим непосредственно уже к становлению и развитию самой социологии как науки. Это было связано прежде всего с именем великого французского философа Огюста Конта, который жил в первой половине XIX века. Вот именно Огюст Конт ввел в оборот термин социология. И он, прежде всего, изначально был философ, и именно из философии зародилась социология. Он говорил, что социология, она должна стать такой же точной наукой, как математика, физика, использовать точные методы в исследовании тех процессов, которые происходят в обществе. Поэтому во всеобщей классификации наук Огюст Конт поставил социологию на самую вершину. И он говорил, что социология должна открывать универсальные законы развития и функционирования общества. Но свои открытия с точки зрения Конта социология должна совершать при помощи четырех методов. Он выделял такие методы, как наблюдение, эксперимент, сравнение и исторический метод. Он говорил, что именно с помощью этих четырех методов функционирует сама социология как наука, проводит определенные исследования, дает определенные результаты. Ну и, конечно же, Конт, он говорил о том, что социологии не следует заниматься субъективными рассуждениями и абстрактным, бездоказательным философствованием, как он говорил. Социология должна также изучать общество, поскольку общество является своего рода как живым организмом, частью живой природы. Поэтому вот вклад Конта очень важен. И Конт свое учение делил на две части. Это социальная статика и социальная динамика. Социальная статика, он говорил, она описывает законы существования, а социальная динамика, она описывает законы этапа изменения общества. Переходим ко второму вопросу. Развитие социологии в Западной Европе. Ну, как вы поняли, Западная Европа в XIX веке была центром социологической мысли. И помимо Конта и Макса Вебера важную роль здесь также сыграли Карл Макс, английский философ и социолог Герберт Спенсер, французский социолог Эмиль Дюргейм и так далее. Давайте начнем с Карла Маркса. Имя достаточно знаменитое. Он в основном был знаменит тем, что призывал ученых не только изучать мир, но и изменять его. В этой связи он говорил, что только революция как социальное явление способна осуществить переворот в жизни общества. И, конечно, он был знаменит Карл Маркс изучением именно капиталистического общества. и он написал знаменитый труд «Капитал». Ну, конечно, в качестве инструмента анализа общественных явлений Маркс использовал классовую структуру общества. То есть, он говорил, все индивиды принадлежат к тем или иным социальным классам. Ну и, соответственно, у них разное экономическое положение по признаку владения средствами производства и размера вознаграждения. Маркс вообще, он и в истории выделял различные классы, например, рабовладельческая формация. Историю он делил на формации, например, в рабовладельческой формации он выделял два класса арбы, рабовладельцы феодальной формации, он выделял феодалы и зависимые крестьяне. И в капиталистической или буржуазной формации он выделял капиталисты и наемные рабочие. Вообще, в целом, Маркс, он впервые представил общество таким образом, как продукт исторического развития и как динамично развивающуюся структуру. Герберт Спенсер. Он был знаменит тем, что огромное влияние на него оказала теория эволюции Чарльза Дарвина. Именно поэтому он сравнил общество с живым организмом, а отдельные части общества с частями организма, каждая из которых влияет на функционирование целого. Он также говорил то, что, Спенсер, в обществе различные части, они могут развиваться от простых форм к более сложным. И в ходе этого процесса они непрерывно вынуждены приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. И в ходе этих процессов выживают наиболее приспособленные. Поэтому Спенсер говорил то, что для человечества, как он говорил, полезно избавляться от неприспособленных индивидов с помощью естественного отбора и правительство не должно вмешиваться в этот процесс. Ну, например, в обществе, если бедные слои существуют. И вот такая философия получила название социальный дарвинизм. Следующий исследователь и один из основоположников социологии был Эмиль Дюргейм. Социологическое познание, как он говорил, должно быть направлено не на сознание и поведение отдельных индивидов, а на изучение так называемых социальных фактов, которые стоят над каждым из членов данного общества. Под социальными фактами Дюргейм имел в виду особые общественные явления, порожденные объединенными действиями людей и их коллективным сознанием. Ну, главным в человеческом обществе с точки зрения Дюргейма, что цементирует, исплачивает его, он называл такое явление, как социальную солидарность. А силой, создающей общественное целое, полагал разделение трудностей. То есть, специализацию и распределение по профессиям. Как он говорил, солидарность, она покоится на коллективном сознании. Поэтому, в целом, данный автор рассматривал общество как надиндивидуальное бытие, существование и закономерности которого не зависят от действий отдельных индивидов. Следующий автор был Макс Веббер, это знаменитый немецкий экономист, историк, социолог. Веббер впервые высказал идею о том, что превыше всего в обществе нужно стать индивида. Причину развития общества он называл культурной ценностью. Он говорил, что только индивид обладает мотивами, целями, интересами и сознанием. Вот. Также Макс Веббер изучал протестантскую этику и дух капитализма, да, и именно этой проблеме он уделил большое внимание. Третий вопрос социология США. Ну, здесь, конечно же, в основном представлены имена Тейлора, Мэйо, Маслоу, Уотсон, Макгрегор. Здесь в основном их исследования были посвящены социологии труда и управления. Поскольку в то время капитализм очень бурно развивался в США. Ну, хотелось бы остановиться на теории Маслоу, знаменитой теории иерархии потребностей. В середине XX века он ее исследовал. Он представил, он говорил, что потребности это непосредственно на основании потребности устроена жизнь человека. и вот эту потребность он представлял в виде пирамиды, где основание пирамиды это основные потребности и дальше по слоям выше, выше, выше идут более те потребности, которые человек удовлетворяет. И на основании это, конечно, потребности в питании, в одежде, а наверху это самоактуализация. это вот, например, политики достигают определенных высот, зарабатывают авторитет, вот это самая такая высокая потребность. Ну и, конечно, вкратце, переходя к четвертому вопросу основных веки развития социологии в СССР, хочется сказать о том, что прежде всего с победой Октябрьской революции здесь главный вектор был повернут на изучение именно социалистического общества советского, да, в рамках коммунистической идеологии, подчинения всех потребностей строительству социализма в СССР. Вот, и, конечно же, дальнейшие социологические исследования, они, ну, в советское время, они, конечно же, были посвящены, так сказать, показыванию всех плюсов, да, советского общества, системе управления, труда и так далее. Ну, 20-е годы СССР эмигрировали такие социологи, как Петерин Сорокин в США, Гурвич во Францию и так далее. Ну, я вам предлагаю в конце вопросы для закрепления. Первый вопрос. При каких условиях произошло возникновение социологии? Второй вопрос. Какие вы знаете основные направления в рамках становления европейской социологии? Третий вопрос. Какими в основном вопросами занимались социологи США? И четвертый вопрос. Какой вклад внесла социология СССР в развитие мировой социологии в целом? Лекция закончена. Спасибо за внимание.